Здравствуйте! Меня зовут Алла Журавлёва. Я являюсь преподавателем в школе SkySmart, преподавателем математики. И о своей экспертности я хочу сказать следующее. По образованию я учитель математики и физики, а также прошла переподготовку по должности педагог-психолог и учитель начальных классов. В общем, учиться я люблю, как вы поняли. В образовании я уже около 15 лет, 13 лет отработала в управлении образованием и два года в гимназии на должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Но дистанционка полностью изменила мое мировоззрение, и я решила поменять свой вектор в работе и заняться тем, что действительно мне приносит удовольствие. Это преподавание, общение с детьми и, конечно, обмен опытом с моими коллегами, которые я накопила за эти годы. Поэтому в школу SkySmart я пришла осознанно, и это мой выбор. Это ни разу не реклама онлайн-школам, поэтому я прошу вас отнестись только к этому вопросу, как к моему выбору. Итак, а теперь представляю вам тему нашего сегодняшнего стрима «Как преподавателю не растерять мотивацию». Я думаю, эта тема актуальна для всех преподавателей, поэтому сегодня на своем собственном примере, на своем опыте я расскажу вам, как я не только не растеряла свою мотивацию, а наоборот обрела ее в нашем крутом сообществе. Работая в образовательном учреждении, я пыталась ответить на несколько вопросов для себя. Первое. Как организовать рабочий процесс так, чтобы собственный энтузиазм не угасал, несмотря на любые внешние обстоятельства. Второе. Как вовремя заметить и решить проблемы собственной мотивации на работе. Третье. Как, несмотря на психологические, умственные и физические перегрузки, быть постоянно в тонусе. Четвертое. Какие условия необходимо создать мне самой для моего мотивированного поведения? Вот эти и другие вопросы мы с вами рассмотрим в ходе нашего сегодняшнего стрима. По собственному опыту хочу сказать, что мотивация работает только когда все эти факторы доминируют, и это сумма различных факторов вместе. Например, рассмотрим сначала внутреннюю мотивацию преподавателя. Разработать систему повышения внутренней мотивации значительно сложнее, ведь она исходит не из образовательной организации, а от самого педагога, от человека и восприятия им его профессии. Первый тип людей – это те люди, которые относятся к своей работе как к работе, относятся к своей работе как к работе и воспринимают его с экономической точки зрения как зарабатывание денег и ни в коем случае это не отражается на их личностной реализации в школе. Вторая категория людей – это те люди, которые воспринимают эту работу как карьеру, которую они ценят в первую очередь как возможность карьерного роста внутри организации, что дает им власть и повышает их самооценку как личности и как работника перед коллективом. И третья категория людей – это те люди, которые воспринимают эту профессию как свое призвание, как миссию, как свою часть жизни неотъемлемую, связывая с ней и заработок, и карьерные устремления, и досуг, даже часто забывая разделять личное и рабочее время. Для таких педагогов часто мотивацией и являются сами ученики. То есть преподаватели этой категории работают в этой сфере только потому, что они любят свою профессию. Они заряжаются от своих учеников тем и мотивируются, что они видят их потенциал, что они способствуют их образованию и росту как личности. Это и есть их призвание, и они несут эстетическую ценность своего труда, заботясь о своих учениках. Потому что в конечном итоге они получают фидбэк от этих учеников, который зависит и от их результатов, от их инициативности, активности в процессе обучения. Это и есть их внутренняя мотивация. Ну, также необходимо отметить, что людьми движет попеременно внешняя и внутренняя мотивация. Давайте рассмотрим с вами, что же являются, какие факторы внешней, проявления внешней мотивации. В первую очередь, это, конечно, физиологическая, то есть это наш отдых, сон, еда, то есть наши физиологические потребности. Вторым фактором является физическая потребность. Это, естественно, укрепление иммунитета, наше здоровье, полезные привычки, активный образ жизни, спорт и так далее. Ну и, конечно, третьим фактором является, безусловно, очень важным, это психологическая безопасность педагога. Что здесь имеется в виду? Это не только заработная плата, медицинская страховка, осознание этого для себя, да, что ты это имеешь. Ну, а также это, это внутренняя самооценка, уважение в коллективе, профессиональное развитие, проявление креативности в работе, а также развитие своих талантов. Но любое отклонение в одном из этих факторов влечет за собой что? Человек думает, нет безопасности на рабочем месте из-за технической оснащенности, излишний контроль руководства и внутренняя атмосфера также поменялась, отсутствие материального поощрения. И все это вызывает серьезную неувлетворенность, что приводит к чему? Где мотивация такого педагога и может, конечно, навредить образовательному процессу? Как же поступить в этом вопросе и помочь таким педагогам? Первая возможность. Давайте с вами рассмотрим это на практических примерах. Допустим, можно обычную ситуацию знакомства с новым учеником или с новым классом такому педагогу, любому педагогу произвести необычно, не так, как это происходит в школе, да, это перекличка по журналу и ограниченное представление себя. Давайте представим, например, такие ситуации, когда можно воспользоваться. Допустим, на уроках химии можно ученикам задать такой вопрос. С каким элементом таблицы Менделеева вы себя ассоциируете и почему? Второе. На уроках истории, общества, знания этот же вопрос можно каким образом переформулировать? С каким лидером или с какой исторической личностью вы себя ассоциируете и почему? На своих уроках математики, а также этот прием можно использовать во всех мультипредметных предметах, извините, за тавтологию. Такой прием. На доске я пишу свое имя. Алла. Я сегодня буду использовать раздаточку для наглядного представления этих приемов. И по первым буквам своего имени я ученику рассказываю в прилагательных о всех чертах своего характера, который я хотела бы отметить. В свою очередь после этого, вот допустим, посмотрите. Алла. Пишу я активная, на Л любознательная, еще раз Л логичная и на А аккуратная. Как же в этом плане может отреагировать ученик? Ему становится интересно. Я пишу ему свое имя, а затем его имя. И он также по буквам своего имени рассказывает мне о чертах своего характера. Таким образом мы ближе знакомимся, и этот диалог становится очень интересным. Мы больше узнаем друг о друге, о качествах друг друга. Вторая возможность, которую можно использовать для мотивации, это мотивация творчества, который также имеет огромный потенциал для преподавателей. Что здесь я имею в виду? Допустим, преподаватель может заняться разработкой заданий с использованием деловых игр, различных кейсов, сценариев, которые помогут преподавателю создать интересную, новую в игровой форме форму подачи материала, а также работу с аудиторией через такой творческий подход. Третья возможность. Преподавание, конечно, это общение с людьми, предполагающее огромную отдачу на всех его этапах. Именно и это делает преподавателей очень уязвимыми в стрессовых ситуациях. И в некоторых случаях это приводит к чему, как мы с вами знаем, к профессиональному выгоранию. Здесь на помощь может прийти, конечно, различные меры поддержки преподавателей. Перечислю лишь некоторые. Это не только финансовые поддержки со стороны руководства, но также и психологические и организационные моменты. Например, чтобы преподаватель не чувствовал себя брошенным, он может всегда обратиться за помощью к своим коллегам, за советом для тех, кто тоже оказывался в какой-то ситуации и вместе посмотреть на эту ситуацию, что поможет преподавателю не терять мотивацию в дальнейшем. В контексте организационного плана, как в коллективе, как часть коллектива, преподаватель может использовать свою активность в решении каких-то долгосрочных задач и краткосрочных задач, которые ставит перед ним руководство. Таким образом, преподаватель ощущает себя как элемент проявления самостоятельности и частью этого коллектива, что непременно положительно скажется на результате и мотивации этого педагога. Еще ярко можно реализовать креативность при совместной групповой работе с другими преподавателями, которые являются наставниками. И во всех направлениях отношений основополагающим является уважение, безусловно, глубокое уважение друг к другу. И в том числе и проявление эмпатии. То есть это нужно чувствовать, как вы относитесь друг к другу в коллективе. То есть между всеми участниками образовательного процесса должно царить добродушное отношение друг к другу, что позволит успешно развивать творческий потенциал в коллективе. Только в таком коллективе может зарождаться нечто творческое, нечто особенное. Только такие гармоничные отношения приведут к повышению мотивации у всех педагогов на всех уровнях образования и, как следствие, улучшения результатов образования. Психологи, кстати, называли три составляющих такого успеха. Хочу, могу, имею возможность. Что я здесь имею в виду? То есть здесь гарантом успеха является способность мотивировать себя самого, задавая себе эти три вопроса. Какой результат я хочу получить? Второй вопрос. Как я могу достичь этой цели? И третий вопрос. Какую я имею возможность для достижения моей цели? Вот таким образом, задав себе эти три вопроса и получив ответы и инсайты на эти вопросы, вы поймете, какой частью общества и частью коллектива вы являетесь и кто вы, какой вы преподаватель, сами для себя ответите на этот вопрос. Чтобы подводить предварительные итоги, я вам хочу показать некоторые выводы, которые мы с вами пришли в результате этого разговора. Допустим, первый вывод. Думайте о своих учениках. Подумайте об учениках, которые сильно трудятся и подают большие надежды, об учениках, которые вкладывают в учебу все, потому что они хотят учиться так, чтобы когда-нибудь изменить и улучшить этот мир, быть лучшими. Поэтому вы, в свою очередь, напомните себе, пожалуйста, о том, что именно вы играете важную роль в их жизни каждого из них и что вы им в этот момент очень нужны. Второе. Что-то поменяйте. Иногда, когда вы чувствуете себя немного выгоревшим, изменение чего-либо, даже совершенно маленькой какой-то фактора, какой-то ситуации может оказаться глотком свежего воздуха. Например, разберите свое рабочее пространство. Что-нибудь поменяйте на своем рабочем столе. Купите ежедневник или часы. Иногда не лишним будет даже взять и выходной и провести его необычным образом для вас. Следующий фактор. Эксперимент. Экспериментируйте со своими методами обучения. Проведите необычные веселые занятия для своих учеников. Например, послушайте с ними какой-нибудь подкаст или фильм и затем обсудите с ними это. Я думаю, что такое вовлечение их в обсуждение очень будет мотивировать и вас, и положительно будет сказываться на ваших отношениях в классе с учениками. Следующий фактор. Научитесь чему-то новому. Когда мы много работаем, очень легко забыть, что жизнь существует и вне класса и школы. Изучение чего-то нового поможет нам заново открыть себя самого. Например, для себя я реализовала свою очень давнюю мечту. Это обучаться английскому языку. То есть наряду с преподаванием параллельно я веду обучение свое. И таким образом я развиваюсь. И это открывает во мне новые возможности. Я взглянула на свои навыки совершенно по-другому. И это меня еще больше мотивирует. Поэтому для вас, например, это могут быть и другие также направления, которые вас заинтересуют. В спортивном плане это могут быть и скандинавская ходьба, и велопрогулки, бассейн. Для кого-то это какие-то хобби новые. Изучение компьютерного программирования. Хочу научиться вязать и так далее. То есть независимо от того, что вас интересует, когда мы в тонусе, мы расцветаем. И происходят позитивные изменения с нами. Поэтому и вы, и учащиеся, получают удовольствие от этих перемен, даже небольших. Изучение чего-то нового – отличный способ открытия новых возможностей и сохранения мотивации. Следующий пункт – это общение с коллегами. Иногда общение с другими учителями, вашими наставниками и позитивными коллегами может очень быть полезным. Как я уже ранее сказала, в некоторых ситуациях их примеры, теми ситуациями, с которыми они столкнулись ранее и в которые оказались вы сейчас, могут разрешить помочь вам и, соответственно, сохранить мотивацию для дальнейшей продуктивной деятельности. Еще один маленький совет – можно посетить какой-нибудь семинар, учебную конференцию, открыть новые какие-то источники информации. Это также поможет оживить вашу страсть и энергию к образованию, что значительно повысит вашу мотивацию. Прокачивайте свои навыки, загружайте свой мозг, как будто вы загружаете карту в свой навигатор. Следующий фактор. Сальвадор Дали. Вы скажете, зачем она написала имя этого художника? Прочитав одну интересную историю, я решила поделиться ею с вами. Перед тем, как написать свои шедевральные картины, Сальвадор Дали садился в кресло и засыпал, держа в руке ключи. Когда он глубоко уходил в сон, ключ падал, но не давал ему заснуть настолько глубоко. Он просыпался и в таком рассредоточенном состоянии он из своего воображения, которое он получил в этом неглубоком сне, наносил те образы, которые он получал из этого сна на свои картины, передавал их на свои картины. Поэтому он открыл для себя особый доступ на те вещи, которые можно посмотреть на них совершенно по-другому, имея вот такой необычный доступ к нашему сознанию, когда оно немного рассредоточено. Когда мы работаем за столом, за рабочим, у нас сосредоточенное внимание, а когда мы рассредоточены, возможности нашего мозга необъяснимы. Этого невозможно предугадать. Например, попробуйте завести будильник на 15 минут пораньше, чем вы обычно встаете. И вот выходя из этого состояния еще полусонными, попробуйте вспомнить какие-то инсайты, которые у вас возникнут, и записать это в ежедневный. Может быть, вас эти идеи удивят потом, которые перед вами откроются. Ну и в заключении я хочу сказать следующее, чтобы вы всегда помнили, что в какой бы хорошей форме вы бы не были, в каком бы хорошем заряде вы себя не чувствовали, Если это не так, то хоть сколько-нибудь лошадей у вас не будет под капотом, какие крутые шины не стояли бы на ваших колесах, какой бы классный человек не сидел за рулем этого автомобиля, если у вас пустые баки, то вы никуда не уедете. Это аллегория, но она подсказывает вам, что вы человек-учитель, просто будьте человеком-учителем таким, как были для меня, например, мои учителя. Это были просто люди, которые настолько достойны и настолько благородны. Несли свой труд, что они оставили след и в моем сердце. Я думаю, что у вас тоже ваши учителя оставили след в вашем сердце, потому что ваше призвание стало тоже педагогика. Поэтому я от всей души благодарю вас за ваше внимание. И я думаю, что этот стрим был очень полезен для вас. Буду рада любой обратной связи с вами, вашим комментариям. Если вам было интересно, напишите, пожалуйста. И до встречи на новых стримах. Всем доброго дня.